Но что получилось на деле? Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты, да и сам уклад жизни были просто бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа. А права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Но, боюсь, этот вопрос повиснет в воздухе, потому что от политики, в которой лежит самоуверенность, убежденность в своей исключительности и безнаказанность, так и не отказались. А сейчас ряды радикалов пополняют и члены так называемой умеренной сирийской оппозиции, поддержанной Западом. Их сначала вооружают, обучают, а потом они переходят на сторону так называемого исламского государства. Да и само исламское государство возникло не на пустом месте. Его также поначалу пестовали, как орудие против неугодных светских режимов. Создав плацдарм в Сирии и Ираке, исламское государство активно расширяет экспансию на другие регионы, нацеливается на господство в исламской мире и не только там. Только этими планами явно не ограничиваются. Положение дел более чем опасное. В такой ситуации лицемерно и безответственно выступать с громогласными декларациями об угрозе международного терроризма и при этом закрывать глаза на каналы финансирования и поддержки террористов, в том числе за счет наркобизнеса, нелегальной торговли нефтью, оружием, либо пытаться манипулировать экстремистскими группировками, ставить их себе на службу для достижения собственных политических целей, в надежде потом как-нибудь разобраться с ними, а попросту говоря ликвидировать. Тем, кто действительно так поступает и так думает, хотел бы сказать, уважаемые господа, вы имеете дело, конечно, с очень жестокими людьми, но вовсе не с глупыми и не с примитивными. Они не глупее вас и еще неизвестно, кто кого использует в своих целях. И последние данные о передаче оружия этой самой умеренной оппозиции террористам – лучшее тому подтверждение. Сегодня мы оказываем военно-техническую помощь и Ираку, и Сирии, другим странам региона, которые ведут борьбу с террористическими группировками. Ираку Европы – это впереди. Ядерный фулгаз не скачается, от него хорошего не жди. Даже если землю закопаешься, от волны удобно не уйти. Шкатерчу-скатерчу хлопцый антелька и забивается, поплатила газ. Каждому, каждому в лучшее верится. Падает, падает ядерный фулгаз. Никто уже не чувствует себя в безопасности. Засияло солнце над землею вдруг, А над головою дым стоит. Только что шагал с тобою рядом друг, А теперь он жарен и лежит. Возородным солнцем дыжена трава, Кенгуру мультируют в собак. Вновь аппаригены обрели права, Но к камере бьется классный флаг. Ура! Шкатерчу-скатерчу, чифосгель в стелецах, И забивается в ухо нос и класс. Каждому, каждому в лучшее верится, Но не у каждого есть противоказ. Кто-нибудь, дай, 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 дай! Может, мы обидели кого-то зря, Сбросили 15 мегатон. А теперь горит и плавится земля, Там, где был когда-то Пентагон. Там птенцы суши отлично плавятся, И зачем их выпустится завод? Ах, как жаль, что этот рыб кончается, Лучше вам тянуться целый год. Шкатерчу-скатерчу, хлоп и крин стелется, И забивается нам противогаз. Каждому, каждому лучше ей верится, Может быть, выживет кто-нибудь из нас. Но на этом песня не кончается, Мы построим новый полигон. Все, что после этого останется, Мы погрузим в голубой вагон. Шкатерчу-ди-бензок, сазипин стелется, И забивается нам противогаз. Каждому, каждому в лучшее верится, Побоит-побоит ядерный фугас. Шкатерчу-бромбензин, цианин стелется, И забивается в ухо, нос и глаз. Каждому, каждому в лучшее верится, Может быть, выживет кто-нибудь из нас. Шкатерчу-ди-бензок, сазипин стелется, И забивается нам противогаз. Каждому, каждому в лучшее верится, Побоит-побоит ядерный фугас. Благодарю вас за внимание.